Девушки отдыхают 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 И в этом плане хочу поблагодарить всех своих слушателей за то, что они на своем времени показывают, что люди должны дружить друг с другом. И у меня нет никаких границ. В Америке у меня был свой концерт на Садионе Барклэнс Центр. Там люди сиделись из 54 стран и спили на Казахстан. Это был такой кайф. Вот об этом я мечтал мне с самого детства. Не только специально для тебя, но и для тебя, конечно. И для тебя, тоже. Потому что этот день не забывал. Я не знаю, что они тоже думают. Улыбались друг другу. Приятные свои музыки. Кстати, о дружбе. Известный китайский актер-каскадер Джеки Чан увидел выступление Димаша по телевизору, был очарован его пением и захотел немедленно познакомиться с этим талантливым артистом. С тех пор певец и звезда боевиков – хорошие приятели. Я вот недавно спел саундтрек к его новому фильму. И каждый раз, когда мы встречаемся, я поражаюсь, насколько человек великий и простой. Большая личность. Но как он себя просто ведет? Он заходит на съемки или на репетиции, здоровается со всеми. Такое эстетическое наслаждение наблюдать со всем этим. Это кайф. Когда человек понимает, что он большой и при этом скромный. Простой. Дима. Сегодня в статусе ты находишься, в статусе личной жизни. Ты влюблен, ты в отношениях. Может быть, у тебя, ты женат, у тебя где-то есть жена и куча детей. Понимаешь, об этом никто ничего не знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить. Потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. Димаш, несмотря на свой бешеный успех, тоже не славил звезду. Он скромный, застенчивый, немногословный и даже немного стеснительный. Так и не скажешь, что перед тобой величина поистине мирового масштаба. Димаш никогда не был замечен ни в каких скандалах и интригах. Кажется, что он идеален. Зацепиться какому-нибудь журналисту с желтой прессы, особенно коварным, просто не за что. Вот неужели у тебя все без сучка и без задоринка? Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я точно так же могу пошутить глупо, точно так же могу обидеться на кого-то, точно так же могу позлиться. Когда обижаешься, ты что, разговариваешь? И что? Вообще я стараюсь вообще не высказываться. В себе? Да, в себе, в себе, в себе. И потом... Прорывает. В себе момент, да. Раз в год, наверное, раз в два года потом по... А когда ты злишься, как это вот, как злиться, Димаш? Ты кричишь, машешь руками, я не знаю, бросаешь вещи, там, колотишь стенку. Как ты злишься? Да, это очень страшно, лучше это не обидеться. Страшно. После участия в конкурсе I am singer, многие продюсерские компании из самых разных стран мира выстроились в очередь к талантливому юноше из Казахстана. Вот роль продюсеров в твоей жизни, насколько она важна для тебя, насколько это нужно тебе, и насколько ты прислушиваешься к людям, которые рядом с тобой в разных странах? Ну да, уже, наверное, ни для кого не секрет, что у меня в разных странах есть разные продюсеры компании, с кем я сотрудничаю. Но у нас нет такого, чтобы кто-то там кому-то обязан, там, эксклюзивные права, вот это все. У нас просто все чисто на дружбе, на доверии, но все самые главные решения, будучи взрослым человеком, я принимаю сам, но во многом я, конечно, советую с отцом, потому что он умнее, мудрее, опытнее. Где сегодняшний твой быт, твоя жизнь, она сильно изменилась? Ну что значит для тебя деньги? Для меня деньги это просто... Да ничего, в принципе. Просто нам надо зарабатывать для того, чтобы прожить. Ты мнешь с собой деньги? У тебя есть кошелек с деньгами? Нет, я уже не помню. Когда я в последний раз ходил в магазин, это было несколько лет назад. Но ты знаешь, сколько стоит, например, я не знаю, в Казахстане или в России хлеб? Сколько стоит, я не знаю, молоко? Сколько стоит машина? Ты вообще такой... Ты в этой жизни сегодня на земле? Или ты весь в творчестве? Я не знаю, сколько стоит хлеб, потому что у нас дома есть братишка, который побежит за хлебом. Зато я знаю, сколько стоит микрофон Нойман. Сколько стоит микрофон Нойман? Пять долларов. Большие деньги, огромные. Ну да. Я, в принципе, не люблю о тебе говорить, потому что не стоит о ней говорить. Зачем? Слушай, ну это даже... Ты настолько сам по себе такой весит, позитивный, приятный, я не могу представить, как ты злишься. Ну, поэтому я особо не злюсь. Мат бывает для связки слов. Давайте перейдем к следующему вопросу. Что твои друзья? В какой области они работают хотя бы? Музыканты. В Казахстане? Да, они со мной гастролируют. Мой близкий друг Расул. Вот он у меня на боквокале поет. Одна еще подруга, Зарина, она тоже на боквокале поет. Джордан, она вообще жена моего брата и лучшего друга. Ерлана Бекчорина. А Ерлан Бекчорин, он оранжевщик и саунд-менеджер, саунд-продюсер на всех моих концертах. За суфлером моя родная сестренка, Раушан сидит вообще. Все в семью. Да. И за сценой, конечно, бегает папа с мамой, переживая за что-то. Хотя у нас есть там и концертные организаторы, и режиссеры все. И братишка родной, Мансур, играет на дамбре со мной. И трубка... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...